Доброе утро. Это Разница во времени. Короткие чайные новости от ttips.ru Бывают такие научные исследования, в которых сама постановка вопроса гораздо интереснее, чем полученные результаты исследования. С потребительской и дилетантской точки зрения, конечно. В том, что людям, понимающим интересные результаты, можно не сомневаться. Во многих знаниях, как известно, не только многие и печали, но и куча развлечений. Но на нашем потребительском конце тот факт, что при завяливании чайных листьев с альбиносных чайных кустов более интенсивно идет биосинтез аминокислот и менее интенсивно биосинтез полифенолов, если сравнивать альбиносные листья с чайными листьями, собранными с обычных зеленых и из пурпурных кустов, чуть менее интересен, чем сам факт сравнения биохимических процессов, происходящих при завяливании разноцветных чайных листьев. Собственно, я уже все и рассказал. Китайские ученые посмотрели, какие процессы происходят при завяливании и вылеживании свежих чайных листьев, собранных с зеленого чайного куста, пурпурного чайного куста и желтого альбиносного чайного куста. Задумка у них была такая. Все эти разноцветные листья интереснее всего пускать на производство зеленого чая. Он сильнее всего завязан на характеристики исходного сырья. Значительная часть биохимических преобразований в чайных листьях при производстве зеленого чая происходит до фиксации во время вылеживания. Значит, именно вылеживание и нужно исследовать. Ну а так как с течением времени вылеживание постепенно становится завяливанием, надо и на завяливание посмотреть, чтобы два раза не вставать. В ходе исследования выяснилось, что, повторюсь, биосинтез аминокислот идет интенсивнее в альбиносах, а биосинтез полифенолов в зеленых и пурпурных листьях. И это значит, кстати, что при прочих равных зеленый чай из альбиноса будет более сладким и умамистым и менее горьким, чем чай из другого сырья. А еще в альбиносах и пурпурных чаях во время завяливания более активны, чем в зеленых листьях, полифенолоксидаза и пероксидаза. Это такие ферменты. Эту ценную информацию я как-то проинтерпретировать не могу, но, возможно, из-за этих ферментов компоненты альбиносных и пурпурных чайных листьев будут окисляться быстрее, чем компоненты зеленых чайных листьев. Живите теперь с этим. И еще одно исследование, в котором завязка и информативнее развязка провели китайские ученые. Они изучили способности альтианина защищать печень от повреждений, вызванных эпигалокатехин-тригалатом. На крысах, понятное дело. Которым сначала неделю вводили альтианин, а потом вмазали лошадиную дозу эпигалокатехин-тригалата, которая гарантированно вызывает воспалительные процессы в печени. Ну и смотрели, что получится. Оказалось, что да, у тех крыс, которые получали альтианин, печень от эпигалокатехин-тригалата пострадала меньше. Самое прекрасное в этой новости, конечно, то, что и альтианин, и эпигалокатехин-тригалат являются компонентами зеленого чая, на которых в значительной степени строится оздоровительный маркетинг этого напитка. Такого научного энтузиазма вокруг того же эпигалокатехин-тригалата, какой я имел возможность наблюдать лет 20 назад, нет уже давно, в том числе из-за его потенциальной опасности для печени. Но маркетинг – штука очень инерционная, особенно если речь идет о чайных микропроектах. Это крупному бизнесу есть что терять, поэтому там хоть немного, но следят за актуальностью маркетингового базара. А микробизнесу и терять особо нечего, и с образовательно-интеллектуально-профессиональной планкой там проблемы. И каждая продажа как последняя. Поэтому в маленьких чайных проектах оздоровительный маркетинг носит особенно разудалый характер. И аминокислоты с полифенолами там просто волшебные. Ну а теперь трындеж и полезности чая для здоровья можно строить по особо красивой схеме. Сначала рассказывать о том, какая полезная эта штука – эпигалокатехин-тригалат. Он акт-седант, от него все разглаживается, и молодость, красота и здоровье становятся просто неизбежными. От него, правда, могла бы печень пострадать, но тут на помощь приходит волшебный альтианин, который защищает печень, расслабляет и повышает настроение. И обязательно нужно добавить, что в природе вообще все очень мудро устроено. Где немножко вредный эпигалокатехин-тригалат, там и жутко полезный альтианин. И это была разница во времени. Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!